10 препятствий, 10 прыжков и всего одна попытка выступить успешно. Преодолеть все барьеры чисто, не зацепив верхнюю жерсть и уложиться во временной норматив. На минувших выходных в Химках состоялись соревнования по конкуру, самому зрелищному виду конного спорта. Чтобы участвовать в таком турнире, нужно обладать смелостью, решительностью, тонким расчетом и, конечно, высоким мастерством управления лошадью. Это, наверное, единственный вид спорта, который входит в олимпийскую программу, где есть взаимодействие с животными. Здесь лошадь выступает на таком же уровне, как и спортсмен, только это четвероногий спортсмен. И, соответственно, здесь составляются пары, и всадник должен подходить под лошадь, чтобы у них был контакт, чтобы они могли показывать прекрасный результат. Если всадник и лошадь успешно преодолели препятствия без штрафных очков, назначается перепрыжка. Участников просят повторить выступление, чтобы побороться за лидерство в зачете. На этот раз в соревновании приняли участие порядка 70 спортсменов со всей Московской области. Организаторы подготовили для них 5 маршрутов с разной высотой барьеров – от 60 до 115 сантиметров. Наездники из Химок показали отличный результат. Ученицы спортшколы «Пони Спортпланерная» – сестры Валерия и Анастасия Васильевы – взяли самую высокую планку в 115 сантиметров и заняли призовые места. Я не устала. Это этапы работы, долгая подготовка всех лошадей. На планке 115 сантиметров я выступала на своих основных лошадях, которые принимали участие в множестве международных соревнованиях. И этот старт для них был больше тренировкой в соревновательных условиях. Я ими очень довольна. Ребята молодцы. Они отработали по максимуму. В комном спорте лошадь не просто помощник, но и напарник. Каждый нужен свой подход. Важно следить за ее самочувствием, настроением и правильно ухаживать за четвероногим партнером. Мы сейчас находимся в конюшне, где лошади отдыхают между соревнованиями. Здесь их готовят к выступлениям. Кормят, чистят, а также выгуливают, чтобы новый старт был удачным. Расскажи людям, которые не понимают, для чего это делается, для чего нужно прогуливать лошадь. Чтобы она изначально разменяла ноги, чтобы на выступлении скакала. Ты какие барьеры брать сегодня будешь? 70 сантиметров. 70 сантиметров. Что самое сложное при подготовке лошади? Это чаще всего, когда ставят страшные барьеры, когда она может чего-то испугаться. А вот для победительницы соревнования Валерии Васильевой взаимодействие с лошадью проблем давно не вызывает. Тут взаимопонимание на высоком уровне. Неудивительно. Вместе с кокет-але, которую Валерия зовет Катей, они преодолели уже немало испытаний. Например, в этом году заняли второе место на чемпионате России по троеборью, а также выиграли командное первенство России по конкуру среди детей. У каждой лошади есть свой характер, да? Конечно. Есть лошади, которые, например, людей на дух не переносят, и с ними надо очень аккуратно. Я вижу, эта лошадь очень ласковая и контактная. Да, она прям очень на человека. Но хороший характер – это еще не все. Главный секрет отличных отношений – вовремя дать угощение. Давайте попробуем подружиться с лошадью. Как видите, знакомство состоялось. Но для высоких результатов в конном спорте нужен не запас лакомств, а хорошая физическая подготовка и большое упорство. Эти качества спортсмены и продемонстрировали на турнире, который ежегодно проводят в Химках. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.